Сегодня на видеоканале мы вновь предоставим слово Дмитрию Крайневу, автору вот этого, можно сказать, теперь уже грандиозного исследования «Идалище большевизма. Освобождение или небытие». Он расскажет о выпуске второго издания этой книги, расширенного на 150 страниц. Теперь это действительно такое энциклопедическое издание. Я уже не знаю, сколько здесь страниц, но книга выглядит такой уже очень объемной. Номера страниц, да, тут уже за 800 страниц громадная книга, и даже здесь написана книга первая. Вот, ну действительно, тема большевизма не исчерпана, она не исчерпана ни как историческое исследование, ни как политологическое исследование, потому что на все это наложен был запрет в прошлом, а в настоящем идет ползучая реабилитация большевизма. Мне, например, довелось увидеть на канале «Телезвезда» прямо вот полную трансляцию речи живодера Берия, к которому некоторые испытывают симпатии, ну, видимо, так вот, да. Дзержинский, Урицкий, Воровский, Ганецкий и так далее. Улицы и площади русских городов заполнены подобного рода именами. И плюс, конечно, лидеры, там, Сталин, Берия, какой-нибудь Каганович и так далее. Вот это вот, конечно, и есть та самая власть, о которой нам нужно мечтать. Абсолютно антирусская, античеловеческая. По-прежнему есть симпатизанты этой власти, будто бы вот такого рода люди придут и очистят нас от скверны, в которую погружена Россия. Да нет, это скверно, организовано теми же самыми людьми. И на сегодняшний день последователи большевиков находятся у власти. Что касается литературы, здесь, вот в этом исследовании Дмитрия Крайнего, огромное количество ссылок. Я же всегда даю такой краткий список литературы по теме, которую стоит читать. Вот самая простая и такая бодрая книжка, ее сейчас, конечно, купить трудно, но где-то в сети наверняка можно найти. «Латышев. Рассекреченный Ленин». Уже давняя книжка, я не знаю, переиздавалась ли она, вот, 96-го года у меня издание. Здесь автор сумел погрузиться на очень короткий промежуток времени в архивы, которые были открыты в момент крушения КПСС, вот, буквально там несколько месяцев. И некоторые забежали туда и смогли сделать какие-то выписки. Вот Латышев тогда, историк, сделал такие выписки. И это, можно сказать, уже классика сочинения о живодерстве большевиков. Вот есть, да, есть книжка давняя уже эмигрантская литература Сергея Мельгунов «Красный террор», где подобрана как раз вот, подобрана фактура, касающаяся терроризма. И там жуткие, конечно, жуткие истории, которые взяты от очевидцев. Конечно, какое еще исследование можно было провести. Тогда, конечно, никакие архивные материалы не были доступны историкам. Теперь они тоже недоступны, но кое-что все-таки просачивается. Вот замечательная книга, фундаментальная книга тоже Альфреда Мерико «Красный мираж». Тоже такой толщины, но все-таки она по объему очень сильно уступает сочинению Дмитрия Крайнего. Это тоже книга весьма основательно написанная, хотя и не профессиональным историкам. Но, собственно, профессионалы у нас непонятно, чем занимаются профессиональные историки. Каждый год выпускаются с исторических факультетов тысячи и тысячи людей, которые идут преподавать, идут в какие-то научные учреждения, не знаю, насколько их много. Но, тем не менее, историков по профессии у нас невообразимое число. Но исследовать самые животрепещущие темы исторические как-то незаметно. Я все время сталкиваюсь с тем, что в России отсутствует вообще исследование античности, потому что мне как-то некому книги, которые я написал, некому даже просто в подарок вручить, куда это все подевалось, непонятно. И большевизм тоже не исследуется, потому что, видимо, это считается, как и в прежние времена, не актуально. Врать актуально, а вот исследовательской работой заниматься не актуально. И вот еще одна книжка, которую я недавно прочел. Она выпущена была в 2017 году, то есть относительно свежая книга. «Кто заплатил Ленину?» Вот такая книжка. Это Шамбров и Чавчевадзе. Здесь много интересного фактического материала, который больше, видимо, нигде и не найти. Тоже много архивных сведений. Но самое впечатляющее – это в прологе, где есть письмо Дзержинского Сталину в 1922 году, где прямо черным по белому написано, что от Гельфанда Парвуса Ленин получал деньги. Ему был присвоен псевдоним Зершторменман, замечательный псевдоним. Парвус Гельфанд давал эти деньги. Здесь перечислены фамилии тех, кто из большевиков сотрудничали с Парвусом. Здесь даже так написано довольно неприятно, поскольку Ленин уже был недееспособен. После инсульта находился в горках, и уже ясно было, что он не вернется к руководству. Вот Дзержинский писал Сталину, что Кузьмич, партийная кличка Ленина, разбалтывала об этом Инессе Армант во время отдыха в Зеренберге в мае 1915-го. Кузьмич рассказывал, что для того, чтобы получить деньги, ему необходимо было пойти на политические уступки германским властям. Из чего образовался предательский Брестский договор, Брестская капитуляция, можно сказать. Выплата колоссальной контрибуции, вагонами золота вывозили из страны. И, в общем-то, это уже отчетливо, ясно и абсолютно достоверно доказывает причастность большевиков к государственной измене, захвату власти с целью вывода России из войны и нанесения максимального ущерба российской государственности. Я уже не говорю о последующих, то, о чем пишет Мельгунов и другие авторы, о массовых казнях, расстрелах, уничтожениях самых лучших людей России. Были и худшие, но истреблялись-то лучшие. И общий урон демографии в первые годы большевизма до окончания гражданской войны – это 24 миллиона человек. Внимание! Эта цифра абсолютно достоверная, это демографические потери, это не количество погибших, это демографические потери, половина из которых связана с уменьшением рождаемости. А вторая половина делится в неравных долях, остальная доля – это либо погибшие, расстрелянные, убитые, либо считается около трех миллионов эмигрантов. Вот и считайте, что из второй половины, из 12 миллионов, 3 миллиона эмигрантов, где-то около 9 миллионов погибших, уничтоженных в гражданской войне. О массовых расстрелах заложников хорошо известно, об истреблении казачьих станиц целиком вместе с стариками, женщинами и детьми. Они чудовищные преступления большевизма, они до сих пор не осуждены, до сих пор преступники не объявлены преступниками, до сих пор тело изувера Ленина лежит на главной площади страны. Это означает, что у власти по-прежнему те же самые большевики. И поэтому ценность книги Игоревича большевизма, еще раз ее покажу, имеет особое значение и особая ценность этой книги в ее детальности, в том, что здесь проработаны многие темы, которые остались за скобками в сочинении других авторов, и, главным образом, тех, кто вроде бы выступает против нынешней бесовщины, но пытается оправдать сталинизм или большевизм, считает, что это и есть рецепт спасения России. Приветствую всех посетителей канала Андрея Николаевича Савельева. Сегодня у меня большая радость, и я хочу поделиться этой радостью со всеми вами. Закончена работа над вторым изданием книги «Идалище большевизма. Освобождение или небытие», рассылку которой по заказам читателей планируется начать после 25 ноября. Второй тираж отличается от первоначального варианта большим объемом, плюс 140 страниц, более развернутой, статистической, прежде всего, информацией и аргументацией, более подробно раскрывающей теоретико-идеологическую суть марксизма и большевизма, а также интересными историческими дополнениями. Немаловажная деталь – книга начинается с сводной статьи Андрея Николаевича Савельева. Теоретическая основа, структура, религиозно-философская, политическое и экономическое обоснования одинаковы в обоих вариантах. Соответственно, каждый желающий может приобрести книжку первого или второго тиража, которые несколько отличаются по стоимости. Из-за увеличения объема издания и расходов на почтовые услуги один экземпляр второго тиража дороже первого на 200 рублей. Соответственно, книги стоят 1150 и 1350 рублей. Но главное не в этом. Для всех потенциальных читателей создан сайт «Книга идолища большевизма». Вот адрес сайта. книга.идолища.большевизма.рф На который выложим полный текст книжки второго издания, исправленного и дополненного. Теперь файл в PDF-формате может быть свободно скачен. Соответственно, текст доступен для прочтения любому желающему. Здесь я прошу помощи каждого думающего и неравнодушного русского человека. Помогите максимальному распространению книжки. Прошу каждого из вас принять участие в этом общем деле. Потому что убежден, что данный текст должен быть прочитан каждым русским человеком. Согласиться или не согласиться читатель с содержанием и выводами – это уже дело каждого. У всех есть свободный выбор принимать аргументацию автора и изложением истории России или не принимать. Вольному воле. Но русские люди должны узнать тот необходимый минимум исторической фактуры, который в книге предлагается в связанном, последовательном изложении. Сейчас суждения большинства о русской истории просто бессмысленны, потому что отображают сфабрикованные коммунистами и либералами вранье об исторической России. То есть сознание, подъявляющее большинство нашего с вами народа, находится в плену ложных представлений, которые кажутся истинными лишь благодаря столетнему вбиванию сконструированных стереотипов в головы нескольких поколений. Признаюсь вам, я вложил в эту работу все свои силы, всю свою душу, как говорится, потому что история нашей Родины в XX веке – это нескончаемая боль и трагедия, обильно политая кровью миллионов. И когда я смотрю на русских людей, обманутых, запутанных коварным воинством Кащеевым, диктующим свою волю нашему народу уже целое столетие, мне искренне жаль моих соотечественников. Я был бы счастлив, если бы хоть кто-то из них, прочитав эту книжку, задумался бы и пришел к переосмыслению нашего прошлого и настоящего. Разглядел бы истинный злобный лик этих волков в овечьих шкурах, прикрывающихся манящими рассуждениями о социальной справедливости, величии социалистического строя, великого Сталина и прочего в этом роде. Поэтому я обращаюсь к вам с огромной просьбой. Помогите, пожалуйста, как можно быстрее распространить книгу среди максимального числа читателей. Для этого не нужны материальные затраты, необходимы только ваши желания, вера в Россию и хоть какие-то посильные действия на благо общего дела. Если каждый сам внимательно прочтет эту книжку, затем распространит ее среди родственников, друзей и знакомых, а также выложит данный файл или ссылки на него в сети интернет, есть множество способов, как это сделать с максимальной эффективностью. Здесь я очень рассчитываю на компетентных читателей. Тогда книжку смогут прочесть тысячи и тысячи еще остающихся на этой земле русских людей. Еще раз напоминаю адрес сайта. Книга. Идалищебольшевизма.рф Теперь книжку можно читать онлайн на самом сайте. Текст дан в удобном постраничном PDF-просмотрщике, имитирующем бумажный вариант. Можно скачать файл на компьютер или телефон кому как удобно. Надеюсь, что вместе мы сможем донести до сознания значительного числа наших сестер и братьев ту информацию, которую скрывают, как Кащееву иглу под семи печатями, все те, кто навел морок на сознание народное и в течение уже столетия держит Русь в Кабале. Выражаю глубокую признательность всем, кто уже заказал, прочел и дал свой отзыв или замечание на первое издание книжки. Это очень помогло в работе над вторым расширенным вариантом. Призываю всех принять участие в этом общем деле. Господи благослови. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова